Десять часов столицы. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Казахстан выделит Турции 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи. Соответствующее поручение правительству дал президент Касамжумар Тукаев. Об этом сообщила пресс-служба Охорде на официальном телеграм-канале. Также уполномоченными органами Казахстана совместно с турецкой стороной изучается вопрос оказания дополнительной помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия. Вторая группа казахстанских спасателей в столичном аэропорту готовится вылететь в Турцию. Стою поручение дал президент Касамжумар Тукаев для расширения возможности по оказанию помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. В воздушной гавани находится моя коллега Анель Едель-Каза. Через несколько минут она присоединится к эфиру и расскажет, сколько человек личного состава МЧС направляется, а также что везут собой спасатели и медики. Казахстанские спасатели продолжают поисково-спасательные работы в регионе, пострадавшем от землетрясения в Турции. Об этом сообщили в МЧС. Первый вице-министр ведомства отметил, что складывается сложная ситуация на месте разрушений. По словам Ибрагима Кульшимбаева, спасатели предпринимают все необходимые меры для быстрого поиска людей среди завалов. При этом применяется привезенное спасательное оборудование. Группа спасателей МЧС поделена на две группы. Одна основная группа в 100 метрах от себя работает на одном объекте. Вторая группа в количестве 10 человек здесь помогает спасателям Туринской республики по разбору завалов. В целом, обстановка очень сложная. Как вы видите, дом полностью разрушен, но необходимо полностью рассмотреть. И если есть здесь еще кто-то остался, надо будет деплокировать завалов. 16 казахстанцев накануне вернулись на родину из Турции с первым бортом МЧС. С ними вместе прилетели и двое граждан Кыргызстана. Прибывшие проживали в городе Газиантеп. Из аэропорта для них организовали автобус. Напомню, ранее спецбортом МЧС в Турцию из Алматы отправили группу из 41 человека личного состава. Это сотрудники республиканского спасательного отряда и Центра медицины катастроф. Специалисты оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясения. Вот мы выехали, студента своего забрали, он там учится в медицинском университете. Ему в институте сказали, что надо обратиться к нам в посольство. И будет такая возможность вывезти нас. Поэтому очень благодарны нашему послу. Землетрясение началось примерно в 4.30 утра. После этого мы вообще не заходили домой. Поехали на работу, оттуда сразу в аэропорт. Было невозможно передвигаться. На наших стенах пошли трещины, а некоторые здания и вовсе обрушились. Под завалами осталась моя коллега со своим маленьким ребенком и родителями. Сегодня нашли их тела. На поисковой работе в Турции и Сирии, где общее число жертв превысило 7 тысяч человек, брошены все силы. Спасатели продолжают разбирать завалы. На счету каждая минута. Работы осложняют погодные условия, снег и морозы. Все подробности у Заври Ждуманкоза. Землетрясение затронули порядка 13,5 миллионов жителей Турции. От Аданы на западе до Диарбакыра на востоке. Пострадали 10 провинций, тысячи погибших и разрушений. Поисковые работы ведутся в авральном режиме. Спасатели продолжают находить выживших. В провинции Малате появился небольшой палаточный городок. В нем укрываются те, кто остался без крова. Ущерб от землетрясения невероятно большой. В районе Чавошаглу около 10-15 зданий полностью разрушены. Мы потеряли родных и близких. Мы пережили большой страх. В доме лопнули трубы. Серьезные повреждения на стенах. Мы хотели снова зайти внутрь, но нас не пустили. Здесь у всех одинаковая ситуация. Дома наших родственников тоже разрушены. Въезжать в наиболее пострадавшие провинции Хатайках, Роман-Мараш и Ады-Яман могут лишь спасатели гуманитарной организации. Операцию по ликвидации последствий осложняют разрушенные дороги. Еще одна проблема аномальная для региона – похолодание. В некоторых районах идет снег. А столбики термометров временами опускаются до нуля. В провинциях ввели режим чрезвычайного положения. Он продлится три месяца. Работы идут полным ходом. Мы делаем все возможное, чтобы спасти людей. Число разрушенных зданий такое же – 5775. Наши спасатели работают вместе с зарубежными коллегами. В операцию вовлечены все наши министерства, силовые структуры и медицинские бригады. Эти кадры уже из Сирии. Под радостные возгласы из-под завала вытащили невредимой целую семью. А в Джандарисе удалось спасти троих детей. Эти события вселяют надежду в сирийцев, которые больше 10 лет живут в условиях военного конфликта, а теперь потрясены катастрофическим землетрясением. Поиски людей, между тем, продолжаются. Число жертв будет расти, предупреждают власти. Также затруднена доставка ГУМ-помощи. Людей стараются обеспечить чистой питьевой водой, чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний. Вы видели, как падает целое здание? Это ужасно. Это не так, как если бы по нему попали ракеты. Когда идешь по улицам, то повсюду видишь машины скорой помощи, разрушенные дома погибших. Честно говоря, это тяжелее, чем война. Война проходит. Здесь же мы не знаем, как все закончится. Мы все в ужасе. 25 миллионов долларов выделит ООН для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии. В регионе находятся группы по оценке и координации стихийных бедствий. Экспертам также предстоит оценить истинные масштабы трагедии. Завреж Думан Хазе и Дмитрий Димитриев, Хабар-24. 25 миллионов долларов выделит ООН для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Сейчас координаторы организации находятся в турецком городе Адана, затем вылетят в Газианте. По данным ООН, среди пострадавших в Сирии есть семьи, которым уже оказывалась помощь в связи с продолжающимся в стране конфликтом. Ранее их переместили из зон столкновения. Оказавшимся в тяжелом положении людям также выдают палатки и матрасы. КОНЕЦ К событиям в нашей стране. 102 участка дорог отремонтируют в Павлодарской области в приоритете дороги местного значения и сельские улицы. По данным профильного управления обойдется это бюджет больше чем в 20 миллиардов тенге. Общая протяженность обновленного автодорожного полотна составит около 500 километров. Среди крупных проектов включаются участки между селами Ашмар-Лейкер и Баянаул-Угольное, а также направление, которое свяжет майский и Баянаулский районы. Это позволит развивать туристический потенциал региона. Тем самым для жителей майского района или для жителей Восточно-Казахстанской области, если они хотят посетить наши туристические зоны, зоны отдыха Жасыбай, озеро Баянаулского района, то есть они здесь могут в будущем сократить это порядка более чем на 300 километров. Протяженность пути сокращается. Больше 130 социальных объектов Усть-Каменогорска до 2025 года оборудуют пандусами и спецподъемниками с акцентом на безбарьерный доступ к медучреждениям и школам. Примут их мониторинговые группы, в составе которых будут люди с особой непотребностью. Отмечу, за последние два года пандусами и вывесками со шрифтом Брайля в областном центре оснастили около 400 зданий, за исключением ряда аптек, магазинов у дома и заведений общепита. По последним данным Минтруда и соцзащита населения, только 25 тысяч объектов в Казахстане адаптированы для граждан с инвалидностью. Лишь 23% пандусов и подъемников соответствуют утвержденным стандартам безопасности и комфорта. В общедоступных местах это понятно, но в магазинах тоже не помешало бы, потому что на коляске заехать, допустим, в крыльцо аптеки в первую очередь. В социальных объектах, в принципе, у нас все уже есть. В текущем году запланировано дооснащение объектов в части доступности 21 объекта социальной инфраструктуры. В течение года они все сделают. Льготные кредиты на развитие бизнеса выдают людям с особыми потребностями в Карагандинской области. В основном свое дело открывают в сфере услуг. В этом году в районах намерены профинансировать еще ряд проектов. Сумма грантов увеличилась до 1,4 млн тенге. Тему продолжит Юлана Чаус. В семье Тутиковых с инвалидностью 4 человека. Все с врожденными нарушениями речи и слуха. Но заниматься любимым делом, шить, сестрам Гульжанат и Жумагуль, это никогда не мешало. А недавно они открыли свою мастерскую. Сейчас в бизнесе уже почти все члены семьи. Они давно занимаются шитьем. В том году наша семья приняла участие в конкурсе и выиграла грант. На эти деньги мы купили две швейные машины, паровой утюг и стол для раскройки. Выпший спасатель Сапарбек Жакудин потерял зрение при тушении пожара. После долгих поисках в себя он нашел подходящую новую профессию. Выучился, получил грант и открыл массажный кабинет. В Астане я прошел курсы китайского точечного массажа. Осенью получил государственный грант 1 миллион 225 тысяч тенге. На эти деньги я купил все необходимое для кабинета. В Нуринском районе уже пять лет продолжается безвозмездное финансирование необычных проектов. В прошлом году бесплатный курс предпринимательств прошли 167 человек. 59 проектов были одобрены и профинансированы на 63 миллиона тенге. Из всех вот этих 59 человек мы упор делали, чтобы именно люди с ограниченными возможностями могли получить грант и открыть собственное дело. На такие бизнес-идеи, как открытие швейных услуг, услуги массажа, ремонт мотоциклов, металлоконструкции. Планируется, что в этом году финансирование получат 15 проектов людей с особыми потребностями. Сумма грантов при этом увеличилась до 1 миллиона 400 тысяч тенге. Продолжаем выпуск. Казахстанские киберспортсмены будут представлять страну на азиатских играх Ханчжоу. Они пройдут уже в сентябре этого года. Киберспорт впервые войдет в официальную программу континентального первенства. Инди Рахат расскажет, как направление развивается у нас в стране. Жанебек Куата в среднем за неделю, что называется, шотит по 5000 соперников. Все это на виртуальном поле боя, конечно. Профессиональному геймеру 24 года. Пять из них он посвятил киберспорту. Играет в популярной команде, которая выиграла самый масштабный казахстанский турнир «Аламан». За победы, выражаясь на сленге киберспорта в катке, Жанебек зарабатывает месяц около полумиллиона тенге. Финансирования с государства никакого у нас нет. В основном компьютерные клубы, допустим, как нам помогают сейчас, вот так вот помогают. Есть QCF, они в основном инвайтами помогают, приглашениями на турниры. Мы, допустим, в прошлом году выступали за сборной Казахстана выступали на АСФ, на Бали должно было быть. И вот они нам предоставили приглашение. Играя в Казахстане, это сложно пробиться, допустим, в Европу. И у нас пинг большой из-за интернета, типа. И нам приходится в другие страны ездить. Интернет слабый, а финансовой поддержки нет совсем. По крайней мере, до недавнего времени. В предстоящих летних азиатских играх, помимо традиционных спортивных дисциплин, участники будут соревноваться и в киберспортивных направлениях. До этого времени мы обеспечивали их только наградными продукциями. Сейчас на азиатские игры планируется, их мы полностью профинансируем. То есть дорога, проживание, питание и так далее. Сейчас в плане состоит только азиатские игры, мы будем их финансировать. Это ближе к турниру будет рассчитано, зависит от билета, сколько будет стоить. И какой отель, какие условия нам предоставит встречающая сторона. Месяц назад наши спортсмены выиграли международный турнир по дисциплине PUBG Mobile. И забрали с собой почти 23 миллиона тенге. Побед было бы больше, имея наши геймеры современную инфраструктуру. Сильные игроки сейчас чаще всего переезжают в другие страны в поисках высокоскоростного интернета. По сути, мы строим инфраструктуру и развиваем инфраструктуру для киберспорта, чтобы у местных игроков была возможность свои компетенции и таланты реализовать внутри Казахстана, а не выиграть, как это часто бывает, на границе. Мы, например, первые начали проводить турнир среди услужащих и чиновников. Для чего вообще-то турнир, спросите вы, для того, чтобы у такой более консервативной аудитории, у госслужащих сотрудников в базе государственных компаний все-таки было больше понимания, что такое на самом деле киберспорт? В Казахстане больше двух тысяч киберспортсменов. Десятки из них представляют нашу страну на мировой арене. На предстоящих азиатских играх будет разыграно шесть медалей в киберспорте, а за соревнованиями будет наблюдать Азиатская электронная спортивная федерация. Индира Ахат, Ербол Даиров, Хабар-24. Вторая группа казахстанских спасателей сейчас в столичном аэропорту готовится вылететь в Турцию. Поручение дал президент Касымжумар Тукаев для расширения возможности по оказанию помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. В воздушной гавани находится моя коллега Анель Едельхаза. Она готова присоединиться к эфиру. Анель, приветствую. Сколько человек на борту? Что везут с собой спасатели и медики? Доброе утро, Динара. Да, сейчас мы находимся в аэропорту. Отсюда вылетит спецборд МЧС. Это вторая по счету группа, которая отправляет на помощь в поисковоспасательных работах и ликвидации последствий землетрясения. Всего в составе в этот раз 60 человек. Это кинологические расчеты, спасатели и медики Центра медицины катастроф. Они также направляются в город Газиантеп на вооружение усил быстрого реагирования МЧС. Около 150 видов аварийно-спасательных инструментов и оборудования и порядка 160 видов медикаментов. Провести инструктаж перед отправкой для них прибыл министр ПЧС Юрий Ильин. Он отметил, что на спасателей возложены как ответственные задачи по поиску и спасению людей, так и надежды со стороны граждан Турции на возможность как можно быстрее справиться с последствиями землетрясения. Давайте послушаем интервью. С учетом разрушений, во-первых, мы направляли высокопроходимую технику возможности изменения рельефа ландшафта и нарушения дорожного полотна, поэтому высокопроходимая техника нужна. Но по докладу, что дороги более-менее в качественном состоянии, естественно, между домами проезда затруднены. Поэтому принято решение для того, чтобы увеличить количество людей, уменьшили нагрузку на воздушное судно, мы заменили легким транспортом оперативную машину, которая позволяет приезжать на место ЧАЭС, поорганизовывать работы и увеличить количество людей. В международном уровне впервые мы в этом году ездили, точнее в прошлом году ездили в Петропавловск на разбор завала, когда ТЭС рухнула. Здесь, в основном, также случаи тоже были, когда были обрушения зданий. Тоже участвовали постоянно во всех, прикидываясь всех ЧАЭС участвовали. Мы универсалы. Мы работаем и на высоте, и по земной, и задымленных, и загазованных средах, и также по разбору обрушения конструкции. С нами едут кинологические расчеты, медики и центры медицинских катастроф. В принципе, мы универсалы. Группа пробудет там как минимум 10 дней. Я напомню, что первым абортом отправили 41 человек. Общее количество спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек. У меня на этом все. Динара, передаю слово вам. Анель, спасибо. На прямой связи со студией была наш корреспондент Анель Едель-Хозе из аэропорта столицы, где готовится к вылету вторая группа спасателей в Турцию. Сирийский «Красный полумесяц» призывает международное сообщество отменить западные санкции в отношении страны. Соответствующим заявлением выступил глава гуманитарного движения. Он заявил, цитата, «Санкция – это главное препятствие для преодоления последствий разрушительного землетрясения. Сейчас «Красный полумесяц» задействовал 500 сотрудников и 3000 добровольцев, которые помогают пострадавшим от катастрофы. Также продолжаются спасательные работы и разборы завалов. Там тоже задействованы команды добровольцев гуманитарного движения, но присутствует острая нехватка тяжелой техники, пожарных машин и карет скорой помощи. Глава «Красного полумесяца» добавила, несмотря на пожертвования других стран, снятие экономических санкций в отношении Сирии необходимо. Около 60 тысяч человек прошлись маршем по улицам Парижа. Это уже третья волна массовых забастовок. Демонстранты продолжают выступать против пенсионной реформы. Волнения обострились после обсуждения законопроекта по поводу повышения пенсионного возраста. Напомню, реформа предполагает в течение 7 лет поэтапно изменить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. В ходе протеста наблюдались и беспорядки. Полиция задержала 17 человек за метание снарядов и предполагаемый вандализм. Протесты прошли и в других городах Франции, в их числе Ницца, Марсель, Тулуза и Нант. Всего, по данным власти, в забастовках приняли участие больше 750 тысяч человек. В связи со школьными каникулами в нескольких регионах Франции протест не смог достичь больших масштабов. Напомню, в прошлые две забастовки собрали больше миллиона человек. Теперь профсоюзы планируют выйти на улицы Франции 14 февраля. В России снова растет заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Показатель вырос почти на 33% по сравнению с прошлой неделей. Всего же с начала года в стране зафиксировали свыше 60 тысяч новых случаев ковида. Причем преобладающими остаются варианты штамма омикрон. Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили больше 7,5 тысяч новых случаев заражения. Восточные регионы Боливии оказались под ударом мощных наводнений. Их вызвали проливные дожди. Больше 5000 жителей покинули свои дома и переехали в убежище. В результате стихийного бедствия погибли два человека. В районе Санта-Круса от наводнения пострадали 13 городов. Из них в шести объявили чрезвычайное положение. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы. С утра дождь усилился. По словам синоптиков, осадки накроют 80% территории департамента. Поэтому в большинстве регионов объявили оранжевый уровень опасности. Это Хабар-24, прямой эфир. Около 50 миллионов тенге бюджетных средств ежегодно тратят на содержание региональной резиденции главы государства в Жамбылской области. Находится она в 15 километрах от Тараза, а за ее состоянием следят около 20 человек. Напомню, президент поручил передать областные резиденции ряда городов на нужды детей. Что именно там откроют, местные власти пока не решили. Для чего переоборудуют здание и территорию, предстоит в ближайшее время определить рабочей группе. Создали рабочую группу на базе управления образованием. Проведем сейчас работу. Посмотрим, под какой объект для детей он подходит. Посмотрим по потребности. Может быть, это будет для детей инвалидов какого-то учреждения. Может быть, это будет лагерь круглогридичного отдыха. Может быть, это будет летний лагерь. Но то, что он будет под нужды детей определено, это безусловно. Проблему дефицита ученических мест в Туркестане решит общенациональный проект «Комфортная школа». К примеру, в одном из самых густонаселенных в Келесском районе в этом году начнется строительство сразу трех учебных заведений, чтобы местным школьникам не пришлось переходить на трехсменное обучение. Анелис Инбердина продолжит. Самая первая комфортная школа в Келесе появится в центре района в селе Абай. Уже определен под нее земельный участок, предусмотрено финансирование. Строительство 600 местного учебного заведения обойдется государству в 4,5 миллиарда тенге. Мы очень переживали, что наша школа перейдет на трехсменное обучение. Детей много, но теперь будем ждать уже новое здание, современное и комфортное. Только в нашем Келесском районе таких бы школ 10. Пока в районе на 63 школы 35 тысяч учеников. Классы во многих из них с трудом вмещают детей, поэтому строительство новых объектов образования уже необходимость. Особенно в райцентре. Комфортные школы не случайно называются именно так. В них будут предусмотрены все условия для детей. Будут кабинеты химии, физики, биологии и математики. Сможем обеспечить учащихся и дополнительным образованием, кружками и спортивными секциями. Тем более, что помимо школ построят здесь и другие социальные объекты. Это будет целый комплекс на 9,5 гектарах. Полтора гектара из них отведены под спортивный центр, где будем развивать такие направления, как футбол, волейбол, борьба, бокс и тяжелая атлетика. У нас очень много желающих заниматься спортом. Также построим тут и дворец школьников. Из бюджета уже выделены деньги на проектно-смертную документацию. Будет продолжаться дальше и общенациональный проект «Комфортные школы». Если в этом году в его рамках начнется возведение трех учебных заведений в районе, в следующем году стартует строительство еще двух. Анна Лисенберзина, Жанна Жумабек, Ирбулат Абиш, Туркестанская область, Хабар, 24. Все больше казахстанцев хотят научиться говорить по-казахски. Спрос на языковые курсы растет даже среди релакантов и иностранцев. Ведь в нашей стране выучить язык можно бесплатно. Где это сделать в столице, знает Динара Абдирова. Анна Гречка учила казахский язык самостоятельно. Посещать платные курсы ей не позволяли в финансы. Совсем недавно девушка узнала, что выучить казахский можно и бесплатно. Уроки с носителями языка – это настоящая находка, говорит она. Но попасть на них оказалось непросто. Я не могла дозвониться. Там был городской номер. Я на него звонила неделю. И не дозвонилась. В итоге нашла инстаграм, страницу. Там был предоставлен еще номер мобильный. И я по нему написала туда, на ватсап. И мне ответили. Даже не ответили, а где-то через 10 дней меня уже включили в группу. То есть я уже перестала рассчитывать, что в принципе эта затея удачная. Организаторы курсов столицы – акиматы молодежные крыложи «Старуха». Классы поделены на уровни в зависимости от основ. От начального до продвинутого. В какой класс зачислить определяют в самом начале. Занятия проводятся несколько раз в неделю. Группы работают прямо в столичных библиотеках. Их удобное расположение в разных частях города всегда привлекало жителей. Но в этом году большой интерес преподаватели отмечают со стороны приезжих. В столичном клубе «Суйле» казахский сейчас изучает больше ста человек. Половина из них – гости из стран СНГ. Они из России, из Беларуси, из Украины. И всем очень интересно погрузиться в нашу культуру, в наш язык. В начале курсов мы проводили отбор людей. То есть надо понимать, что мы берем определенное количество людей. Мы, честно говоря, даже не ожидали, что столько людей откликнется, что они хотят изучать казахский язык. Курс изучения казахского языка рассчитан на полгода. Летом слушатели получают сертификаты. Этого времени достаточно, говорят преподаватели, чтобы усвоить грамматику и заговорить на казахском, по крайней мере на бытовом. Они заметили, что в процессе обучения у учеников исчезает языковой барьер, появляется больше интерес к изучению новых слов и крылатых выражений. Сейчас такие бесплатные курсы доступны в каждом городе Казахстана. Из-за высокого спроса количество групп будут увеличивать. Динара Абдерова и Ахлбеки Семсиитов, Хабар, 24. На этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. До встречи.